Всем огромный привет! Хочу поделиться тем, что я начинаю вышивать второй носок Dimensions. Это зимний носок рождественский для моего сыночка. И хочу такой небольшой обзор, скажем так, вступление, подготовка к началу этого отшива. Собирались мы, как вы уже знаете, вышивать должен был бы быть совместный проект, организован по отшиву этих носочков с ноября. Но, я так поняла, Катя, у нее канал Кэти Ди, она то ли творческий кризис у нее, то ли другие какие-то вопросы решает человек. В общем, она вроде как не собирается его организовывать. Ну, ничего страшного, в общем, я этот носок все равно собиралась вышивать в совместном проекте или нет. И вот, буду его вышивать сейчас, чтобы два носка уже сшить. Был он запакон в такую вот шуршащую бумажку. Это вот такая обложка. Очень симпатичный, яркий, детский носок. Такой незадачливый дизайн. Вообще, мне очень нравится. Дальше, естественно, у нас схема из двух частей. Это низ. Такая эта схема уже чуть мельче, мне кажется, чем была схема другого носка. Так, какие-то инструкции, как сшивать, но я не пользоваться не буду. Это верх и предложенный шрифт. Шрифт, кстати, я потом сохраню себе обязательно. Такой вот верх. И тут вот так вот ключ. Тоже незадачливый такой. Что тут у нас? Крест. Полукрестом у нас всего три значка. А где у нас бэкстич? А где же бэкстич? Интересно. А, и вот еще ключ. Так. Это бленды крестиком. Так интересно, да? И это бэк. И французские узелки. А, это снежок получается у нас французские узелки. Так интересно, такого еще не видела, чтобы ключ был раздроблен прямо по частям, если честно. Так, господи, что же я не могу найти? Так, вход и выход. А здесь у нас цвета такие вот. Ну, в общем, интересно, да? Схема. Все очень так симпатично. Это картоночка для поддержания формы. Где-то тут у меня уже вывалилась иголочка, но она стандартная иголка, димовская. Одна была. Так, дальше. Ниточки, посмотрите, какие яркие. На голубом фоне канвы. Вот такой нежно-голубой. Вообще прям нежно-нежно-пастельно-голубой. Камера почему-то его как-то более серым передает. И нитки намного ярче. Вот этот вот цвет. В камере какой-то такой цвет фуксии. Он вообще ярко-ярко такой красный. Вот это красный. Это вообще темно-красный. Камера как-то съедает цвета. Вот я не знаю, как бы... Я извиняюсь, я снимаю. Ну, как бы на кровати в другой спальне спряталось от детей. Но нет. Все равно как-то... Но яркие. Вы же мне верите, правильно? Вот, откладываем ниточки. Отрезик канвушки, которые надо будет сейчас погладить. Канва такого качества тверже, чем была в том наборе. Мне кажется, даже плотнее. Тоже 14-й кант. Вот. Фетр голубой, который мне не нужен. Дополнительные белые ниточки. Ну и все, как бы. Да, две планшетки с нитками. Эту я тоже сразу обдеру. Оно мне не нужно. Я не буду этим пользоваться. Вот этот цвет очень красивый. Безумно красивый такой. Бирюзовый цвет. В общем, вот так вот. Так вот, я буду вышивать носок. Сейчас буду приступать. И посмотрим, как быстро он у меня отошьется. Самое главное тут что? Тут большой этот белый медведь. Ну, такой, можно сказать, один белый цвет. Ну, белого очень много, да. Но... Посмотрим, как это все будет у нас получаться. Не знаю, какие-то вот эти вот мне снежок, которые вроде бы, как это должны быть... Как они? Узелки. Здесь кажется, что узелки. А вот где голубое, такое ощущение, что четыре полукрестика рядом. Ну, посмотрю я потом, что и как. Может быть, найду, как я отшиваю на ютюбе. И буду приступать. В общем... В общем, этот набор я отошью. И тогда я буду уже... Я не знаю. Я придумала, конечно же, вообще себе такое задание непосильное. Не пользоваться вот этой инструкцией, как сшивать носок. А я хочу сделать его с подкладкой. И моя мама, она как бы соображает в шитье. Она подшивает много чего. Вот так. Непрофессионально. Чисто себе там. И как-то вот она... Работает у нее мозг. Вот сообразить, что как, куда, во что вложить, как эту подкладку сделать. Она мне объяснила. В общем, я купила все, что мне нужно было для этого. И я буду два носка шить сразу, выкраивать, шить. Вот если вам интересно, то напишите мне в комментариях. Снимать мне какие-то кусочки, как я это буду делать. Может, не мастер-класс, конечно же. Но просто процесс, что зачем я буду делать. Что куда и как с чем сшивать. Что куда вкладывать. Как я буду делать эту ленточку. Ну, весюлечку эту, да. Если вам это будет интересно, вы мне напишите. Я постараюсь. Я не постараюсь, я сделаю. А если никому не интересно, то так и пишите, что никому не интересно. Вот на этом я заканчиваю. В следующем видео уже будет, наверное, я вам покажу пол работы. То есть, одну часть схемы сделанной. А второй отчет будет уже, наверное, вся работа. Ну, а потом, вот если вы захотите посмотреть и послушать, как мои, короче, пробы пираемые муки творческие с шитьем, то напишите, пожалуйста, мне в комментариях. Ну, а сейчас я заканчиваю. Всем удачных крестиков. И пока! Субтитры сделал DimaTorzok